всем привет с вами снова клейтон и флойд добрый день мы продолжаем для вас обзор матча асэрера против лэндона это полуфинал асэрер играет у нас за рвернов лэндон за нервиев приступим к просмотру второго боя в первом бою у нас была очень напряженная схватка победил лэндон включим замедленную скорость у нас входит назовет состав зарвернов начнут с генерала присяга всего у нас присяге 32 еще стоят опять же таки сдвинуты да все один фар усилил асэр на левый два избранных меча два копейщика и 4 крестьянина новобранца это подпихи 4 прачника выдвинул вперед один гальский охотник сзади он его прячет 5 стрелок да есть до 5 стрелок есть и четыре всадника вижу так ну посмотрим что он взял лэндон но видно что сэр изменил состав так у лэндона тоже по ходу есть изменения он взял в этот раз по конницы сразу видно что две как сказать тяжелой конницы и то есть могучие всадники и два германских разведчика 2 стрелковой конницы по пехоте у него также четыре кельских проща 4 присягнувших и один свирепый меч по центру монет в этот раз у него на правом фланге и по копейщикам братья копейщики получается три отряда и два крестьянина новобранца по центру и 2 в тылу включим обычную скорость 635 что думаешь ходит ну я думаю что саша бежит так на это на перестрелочку это здорово не знаю я после первого боя вообще что-то сказать очень сложно у меня такое ощущение что лэндон у него хорошее чувство стрелков то есть либо наповский игрок он наповский игрок да ну вот вот это чувствуется и по большому счету саша не доконтроливает стрелков то есть поначалу вроде еще контроль это потом все они в кого начинают стрелять начинает убегать забегать слишком далеко и лэндон этим пользуются если перестрелка тогда пускай вот это будет перестрелка один на один прощав прощу смотри как я стану лэндон лэндон у него есть 2 конных то есть два германских разведчика да но он их не использует не спешит не спешит он двинулся лэндон на него вперед не знаю сложно что-то говорить вот началась перестрелка первый залп у нас тела сэр а вот саша делает хороший ход перетягивают присягу до чтобы усилить правый фланг да да усилить немножко правый фланг но центра при этом слабый два избранных мяча и четыре присяги против завязалась перестрелка для меня остается загадкой почему сыр не использует гальского охотника которому засаде сидит с какой целью выбрал тогда ну может может хочет типа вывести потом но ладно я не думаю что не тот игрок который не в состоянии почти посчитать количество отрядов на поле и по монетам я думаю он тоже прекрасно все прикидывает но вот смотри двинул гальского охотника пытается все таки сразу выцеливают кавалерию кавалерия охотник прощей повел справа фанга то есть фокусе германских разведчиков и они у него слишком вперед сильно забегают и тут очень близко копейщики у лэндона ну сейчас получит пиву маме от братьев копейщики вот крестьяниновобранцы связали боем двух кельских праздников это очень плохой момент для сыра я думаю что мораль как просела очень сильно после первого боя у саши так на левом фланге тяжелыми всадниками грамотно врезался к гостям новобранцев вел копейщиков уже одну прощу он потерял вторая да она вернется но там все таки 50 человек ну здесь вот на левом фланге неплохо было сейчас правда присяга вошла в копейщиков нужно как-то помогать и своего мечника вводить на правом фланге избранный мечник у нас врезается в крестьян новобранцев за саша стоит вот саша просто стоит грамотно по центру ввел копье избранного мечника ввел брата копейщиков братья копейщики должны поцелиться вот лучники начали работать подвел он гальских охотников и фокус присягу тут могучие всадники присягнувших заезжают безнаказанно и сейчас следом войдет присяга лэндона опасный момент тут нужно выстреливать гальские охотники походу начали по каве стрелять на правом фланге лэндон заехал своей конницей получается и присягу вел так значит по центру достреливает он могучил всадник могучий всадник сливается убегает вроде бы как по центру даже сара прорывает очень суд по центру просто три отряда ведет кучи избранные мечники тяжело садники крестьян новобранцы хочет до прощей добраться у лэндона стоит еще конницу александра в резерве но также и левый фланг если смотреть от воду на освободился тут начинает конница заходить стыл не успевает реагировать александр прожимает обилку свою так тут сходится присяга на присягу присягнувши его сервера побитый чуть побольше юнитов отряде но тут он часто присяга вот обрати внимание присяга просто убивает гальского охотника вот просто убивает и сейчас зайдут еще и и дротики и они могут вязать боем все что хочешь потому что одно копию их никак не удерживается ну никак по скорости они проигрывают она сейчас сомнет одну прощу сделает крюк и зайдет в другую прощу ну я бы лично так сделал да не успевает вот просто не успевает уже дату как-то сыра растащили жесткой тут германские разведчики да там прощу добивают так ну и с учетом то что у нас осталось полторы минуты боя я понимаю что все очень быстро сейчас закончится он всех четырех прощей сохранил да 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 есть они вообще есть конница у александра 58 садиков хочет он прорваться они у него втыкаются в крестьян новобранцев не до контроль нужно выводить сразу но тут германские разведчики если что готовы перекрыть нападки да нет вообще сливаясь до пехота сани генерала сейчас зарубят он в окружении и у него все остальное разбежится не так много стрелков просто осталось его верно они тут одну прощу у это извиняюсь присягу да расстреляют не знаю лондон очень грамотно все вот очень грамотно вот он вводил со своего левого фланга копейщика но сразу поставил ему замену понимаешь стрелки спасены час вот да вот растянул стрелков да вот одна кава видит что короче да не убежать одну прощу оставил две увел в одну сторону одну увел в другую сторону закончился бой признают александр поражение да это что-то как-то я не знаю совсем печально ну по убийствам по фрагам по потерям в принципе практически одинаково за исключением что как бы сказать по пехоте то сильно просим улс рр вот но присяга это отряды на стать им развела реально всего в совокупе ну так скажем 340 300 350 до 350 человек внутри присяги не так плохо избранный мечник 120 35 человек тоже неплохо но стрелков слили 2 2 стрелка вообще сразу до в начале боя но возможно вот это как-то повлияло сразу на сыра что он как бы увидел этот момент что он в этом моменте проспал и наверное как бы уже немного так как бы сказать просел вот ладно посмотрим что будет следующем бою